Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30 и снова темная студия. Ее обитатели собираются вместе для того, чтобы рассмотреть детально, можно сказать, под микроскопом, шумно, возможно, один из насущных аспектов нашей с вами обыденной жизни. Многие из нас с вами в жизни являемся родителями, чьи дети в скором времени, уже очень скоро или буквально в этом году, или через год-полтора будут сдавать ЭГИ. Данной точке еще можно вернуться в том понимании, что буквально месяц назначенный новый министр образования Российской Федерации допустила совсем недавно в прессе заявление о том, что ЭГИ можно будет кардинально, можно сказать, реформировать. О реформировании ЭГИ сегодня с представителями высшей школы, родительской общественности и педагогической общественности. Прямо сейчас. Начинаем. Что ж, дорогие мои, в понедельник я провел такой установочный эфир, были представители СФУ, которые в частности инициировали. Я понимаю, что представители высшей школы крайне недовольны, скажем, качеством подготовки первокурсников, которых мы даже раскрыли карту, а их, оказывается, перепроверяют потом по истечении двух месяцев. И по итогам этой проверки оказывается, что они вообще ничего не, как бы сказать, не доказываются. Их вот этих знаний, которые они предъявляли при, скажем так, тех документах, которые они при поступлении в высшую школу преподавали. Педагогическая общественность при этом отчаянно, скажем так, упирается вот так вот, делает руками и ногами, как та корова в фильме «Особенность национальной охоты» и говорит, нам, педагогам, предписано вот так и от сихи до сих. То есть шаг лево, шаг право считается, возможно, расстрелом. При этом мои коллеги говорят, что ЭГИ это очень хороший инструмент для того, чтобы побольше ломоносовых, можно сказать, вот так вот. Ну, не совсем так. Не совсем так? Давайте начнем, да, вот с альтернативной точки зрения. Ну, я бы не сказала, что она альтернативная. Но ты хвалишь ЭГИ. Я не хвалю ЭГИ. Я хочу сказать, что он не так уж и плохо, как вот про него говорят. Ну, во-первых, начиная с того, что я сама несколько этих тестов решила, да, и я могу сказать, что они не требуют каких-то суперзнаний, чтобы не набрать минимальный порог. Ну, я не говорю там, может быть, физику, химию, да, я не знаю. А вот то, что касается таких вот типа географии, истории, да, ну, то, что принято назвать общеобразовательными такими дисциплинами, там, ну, я не знаю, что надо 10 лет делать в школе, чтобы не набрать вот этот минимальный порог 24 балла по русскому языку, например. Чем мне понравился ЭГИ? Два года назад у меня тоже сын вот заканчивал школу, и я тоже так с опаской относилась к ЕГЭ, то есть я боялась, что он вдруг завалит. Он тоже был вот под властью всех вот этих мифов, что там непонятно, кто проверяет, что, допустим, если ты другой способ решения предложил, они его не засчитывают, потому что в ответах там предусмотрен только один вариант и так далее. Оказалось, все совсем не так. В общем-то, написал он нормально. И что мне больше всего понравилось, после того, как мы этот ЕГЭ сдали, получили результаты, он отправил свои результаты в пять вузов, нам не пришлось никуда ехать. Он отправил свои документы, ему прислали там результаты, проходит, он не проходит по баллам, уже целенаправленно выбрали тот вуз, в котором захотел учиться, и целенаправленно туда поехали, купили билеты уже, собственно говоря, к началу учебного процесса. Если бы вот этой системы не было, я не знаю, ну, как бы мы тогда поступали. Скорее всего, нам бы пришлось ехать, выбирать какой-то один вуз или выбирать какой-то регион, где эти вузы рядом, или летать из региона в регион, это очень большие деньги. Поэтому, в общем-то, я не могу сказать однозначно, что ЕГЭ это прямо вот, не знаю, согласятся со мной, не согласятся. То есть, Галина, это ваш ребенок, это иллюстрация того, ради чего был задуман, скажем, вот этот кусочек, как бы сказать, баллонского процесса, да? Побольше Михаила Фломоносова, которым никуда не надо ехать, мы экономим на проезде, экономим на проживание. Знаете, что еще я вот хочу сказать по поводу ЕГЭ? Дело в том, что, ну, вот говорят, что, на самом деле, я действительно считаю, что, по большому счету, вот полностью этот тест, он знания не выявит. То есть, есть очень много факторов, которые могут сыграть против. Вот, например, я знаю детей, которые пишут, да, тест решают на черновике, просто не успели вписать его в чистовик. Бывает такое, правда? И ребенок получает там минус. То есть, вот это все, безусловно, минусы какие-то, да? Но есть очень хорошие, кстати, вузы, многие уже, ну, как бы этот момент, видимо, распознали, и они делают свои олимпиады. То есть, они принимают, в первую очередь, приоритеты дают не тем, у кого высокие баллы по ЕГЭ, а победителям их, конкретно, вузовских олимпиад. И в этих олимпиадах обязательно есть очный тур, куда дети приезжают в марте, и они, вот, не то, что там кто-то из них учитель решил, они сами вот сидят, и преподаватели их видят, как они решают. И потом при поступлении, занявшим какие-то, набравшим высокие баллы по этим олимпиадам, отдаётся приоритет. Вот, допустим, у нас однокурсники, многие поступили таким образом. Товарищи представители высшей школы, что вы ещё такого кровожадного придумываете для того, чтобы не на основаниях, скажем так, отбирать себе первокурсников, а добавлять, можно сказать, свои какие-то... Я могу сказать, да, ну, давайте сравним, что у нас было при Советском, при СССР, и сейчас про ЕГЭ, да, если кто помнит, все математики сдавали, и математика у нас стоялась из пяти заданий, ну, довольно такого вот среднего уровня. И второй уровень, это когда дети, когда оканчивали углубленным изучением, проходили углубленным изучением, они сдавали другой текст математики, который для с углубленным, да, там уже задания были посложнения. Было пять часов, дети писали пять часов, в своей школе было всё хорошо. Теперь что? По математике у нас девятнадцать задач. Двенадцать первая часть, последняя, семь, вторая часть. Это считается профильной, да, вот называется. И эти девятнадцать задач он должен успеть решать до 3 часа 55 минут. Сейчас больше четырёх часов времёнок не может сидеть на экзамене, поэтому сейчас 3 часа 55 минут. И вот поэтому задания сейчас хорошие, они, вот, последние семь задач, это уровни углубленным изучением математики, да, это для поступления МГУ, МФТИ, такие вот, скажем, высокими, скажем, уровнями вузов, да, России, мирового уровня, скажем, да, а все, которые вот до первой части, которые решают, они вот поступают более такие... По проще вузу. Да, по проще вузу получается, да. И единственное, вот, плохо то, что вот форма ведения вот этой ЕГЭ, всё-таки, когда ребёнок с одной школы идёт, другую школу, почётно под конвоем, да, всё их там, я не знаю, как это называется, да, и вот эта вот чисто психологическая сторона, конечно, это у нас всё не хорошо проработано, а всё остальное, вот, всё-таки я тоже ЕГЭ нормально, хорошо, и я считаю, потому что нынешние дети, они очень продвинутые. Я работаю также в физико-техническом детстве, я работаю в республиканской детстве, и поэтому я вижу, нынешние дети, они намного, я даже бы сказал, умнее, чем мы были тогда. Ну, сказали, республиканские лица, это всегда было, скажем, флагманом, скажем так. Нет, ну, кроме этого, мы ещё работаем в других школах, вот, профориентационные, мы ведём подготовки ЕГЭ, всё равно туда ходят мотивированные дети, и вот желающие, да, узнать. Поэтому я говорю, дети сейчас совершенно другие, они не те, которыми мы были вот в 80-х, 70-х годах. Поэтому говорит о том, что сейчас дети плохо знают, я бы не сказал. Но, тем не менее, дети хоть сейчас, вот этот, помните, вот был пиковый такой психоз какой-то вокруг ЕГЭ, да, когда вот эти, впервые начали ставить камеры, металлоискатели, и тогда дети чуть ли не там на плохие какие-то поступки решались для того, чтобы избежать вот этого вот. Ну, по крайней мере, вот этот психоз, верхняя точка, по крайней мере, она преодолена, да, общими усилиями и педагогической общественности, и просто общественности родительской тоже в том числе, да. И дети стали, ну, попроще относиться. Кто-то приходит и просто как орешки щелкает вот эти задачки, да. Кто-то, ну, напрягает извилины, по крайней мере, пытается там напрягать извилины и так далее. Ну, а мне кажется, все-таки, вот я с того времени, с понедельника начал изучать, и все-таки вот этот, большая часть в этом, ну, я бы не сказал психозе, нагнетание обстановки определенной, да, все-таки педагоги виноваты, поскольку в их интересах для того, чтобы цифры по вот этим, по ЕГЭ и так далее были повыше. Ну, я бы не сказала, что здесь педагоги очень нагнетают. Бывают, да, такие случаи, когда ребенок выбрал экзамен, его отговаривают, а на самом экзамене педагог не имеет доступа к ребенку. То есть, например, учитель, который учит, он не имеет права находиться в этой школе. А нагнетание на самом экзамене происходит, например, да, вот у нас были случаи, когда дети пришли с конфетками, у них отобрали, да, и для ребенка это маленький все равно стресс. Вот, если, например, принесли воду, она темная, да, то есть непрозрачная, поэтому у ребенка тоже забрали сок. Для ребенка на экзамене это все равно стрессовая ситуация. Вот в этом, да, здесь, конечно, там сидят педагоги, да, но, к сожалению, вот действительно, вот мы говорили, да, что нас заставляют это делать, отбираем у ребят конфеты, отбираем у ребят сок. В смысле, опасения какие-то есть? Это правильно, это же правила какие-то есть. Я просто заранее в классы, где они пишут этот экзамен, просто поставить кулер, купить упаковку с сока и поставить, и все. Нельзя ходить, это правило. Но абитуриенты, это, в общем-то, люди достаточно все-таки взрослые, они получают аттестат зрелости, и они прекрасно должны быть знакомы с правилами экзамена. И, наверное, там конфеты действительно нельзя на экзамен приносить. Нет, причина-то отбирания в чем? Они боятся, что на конфетных обертках-то шпаргательное пишут. А я уверена, что дети так и делают. Они делают на обратной стороне бутылочек. Когда мы давали экзамены в ВУЗ, не, вот я прошу, перебью, да не то, что мы выпускной экзамен сдавали, там нам и чай родители приносили, и пироженки там со второго, а вот когда мы в ВУЗ давали, там тоже все было очень строго, когда вступительные экзамены сдавали. То есть мы сидели три часа, я помню, в библиотеке ГУКа, главного учебного корпуса, там шаг влево, шаг вправо, побег. Все было очень строго. Ну, все мы помним фильм, какой был у Гайдая, когда прием-прием, да? Всегда абитуриент или студент советского-российского ВУЗа считал за проявление высшей доблести, скажем так, обход вот этих вот всех строгих правил, да? В крови этого у нас просто. Поверяю вас, сейчас так и есть все равно. Они обходят, они очень изобретательные наши молодые люди, очень продвинутые люди. Ну, вот это же появилось не потому, что появилась ИГЕ, это было. Это было, да? Это менталитет, действительно, вот, ну, наш российский менталитет. А сказать, что это появилось только потому, что появилась ИГЕ, это немножко все-таки, да, это неправильно. Но нагнетание, да, есть, да, чисто вот психологически, потому что мы видим, что дети на экзамене, они чувствуют свою какую-то незащищенность. Да, вот, например, устный экзамен, когда вели по английскому языку, я сидела как оператор, то есть я включала аппаратуру, и сидит рядом со мной девочка, она просто очень хорошо владеет английским языком, знает все, но при этом я вижу, что она начинает покрываться красными пятнами, и вот эти вот пятна от того, что она волнуется, они идут. И мне стало действительно страшно. Второй ребенок, вот, у него руки трясутся, и когда экзамен закончился, мы все выключили, спрашивали, ты почему так трясешься? Давайте прямо сейчас прервемся на рекламу, давайте прямо сейчас прервемся на рекламу, поскольку, ну, буквально, а насчет того, что покрывался красными пятнами, вот у нас прекрасный дискуссант тоже имеется в студии, который, которому предложили, да, подискутировать над темой Аген, но тем не менее отказался. Прямо сейчас реклама. И так всегда у нас происходит самую рекламную паузу, у нас спор достигает буквально апогея, тут мне кулаком грозят вокруг ходящие, и так далее, и так далее. Но мы остановили представителя педагогической общественности, завуча средней школы номер 5, Матрину Булдакову, на том, что нагнетание вот этой самой обстановки не способствует раскрытию вот этих каких-то внутренних познаний ребенка, да? Ну, да, вот... Абсолютно неспокойство. Бывают такие моменты, но сказать, что это влияет на всех, абсолютно будет неправильно, потому что есть дети, которые к этому относятся очень спокойно, и воспринимают этот процесс... Да, как необходимость, что это один из этапов, которые должен пройти каждый человек. Это как при посещении поликлиники надеть бахимы, да? Да, оно и должно быть. Дорогие друзья, можно вопрос задать? Да, вот человек неофит, который вообще ничего не знает. Я вообще ничего не понял из всего, что вы говорите. Самое главное, я не понял, о чем мы здесь спорим? Мы за что, за отмену ЕГЭ или против отмены ЕГЭ? Или мы говорим, что ЕГЭ надо изменить? Я вот не могу понять. Вы все о чем-то говорите, а в чем спорт-то? Скажите людям, зрителям, ЕГЭ хотят отменить или ЕГЭ хотят модифицировать? Если модифицировать, то как? Вот я вот обыватель, я ничего не понимаю. Если ввести в курс дела, да, Якутия одной из первых вступила в зону ЕГЭ. Мы начали эксперименты в этой области с 2001 года. Сейчас что предлагают? 15 лет мы находимся в зоне ЕГЭ. Некоторые регионы, они только с 2009 года. И, скажем так, поднаторели мы в этом деле. На самом деле и педагоги говорят, и представители высшей школы говорят. Но, тем не менее, факт того, что ЕГЭ не в полной мере отражает... Насколько эффективен он, мы не можем до сих пор эффективность. В качестве сочетания вступительных экзаменов, вот об этом спор. И как его модифицировать реально? Сейчас, да, действительно поднимается вопрос о том, что надо реформировать формат ЕГЭ, изменить форму, изменить содержание. Сейчас очень много это обсуждается. Этот вопрос у нас очень актуален сейчас, на данный момент. С прошлого года у нас математика делится уже на два уровня. На базовый уровень и профильный уровень. И школьник может выбирать. Если ему математика нечем не нужна, он выбирает базовый уровень. А если ему нужна математика для поступления, он выбирает профильный. И все. То есть вузы тоже смотрят на это? Как он сдал профильный, допустим, экзамен по математике и так далее? Ну, тут одно, да, вот сейчас просто-напросто учителя не хотят, чтобы дети профильный сдавали. Потому что все-таки профильный сдавать сложнее, чем базовый. А для учителя вот как бы тоже хочется свой результат. Можно вопрос задать? Вот смотрите, в Советском Союзе было сколько там? 400, да, вузов или сколько-то? А в 90-е годы их сразу стало сколько-то тысяч, да? Резко их количество многократно увеличено. Вот глупый вопрос. А где взяли столько профессорского преподавательского состава на всю эту кучу вузов? Они совмещают? Откуда они появились, эти миллионы профессоров в этих вузах? Абсолютно вопрос такой легкий. Можно даже не приписывать. Нет, 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 я так веду к тому, что вообще авторитет высшего образования и качество выпускников-то вот за последние годы же, особенно в 2000-х годах, мне кажется, просто вот я как работодатель ко мне приходит, дети показывают диплом, мне этот диплом вообще, я не верю этим дипломам никаким. Я вижу, если он у меня неделю поработает, я вижу, что что-то он соображает или нет. Люди приходят, а в Excel не умеют работать или еще что-нибудь. Да, а в резюме это пишут? А в резюме пишут, да, на зубове знаем все консультурные программы там и так далее. Но на самом деле, вот на счет того профессорского состава, откуда он взялся, да, то же самое, откуда в частных поликлиниках взялись врачи, они просто сочетают эту работу. Я вижу людей, которые вот заканчивали советские вузы в советское время, вот я им доверяю, вот он говорит, я МГУ закончил там 80-каком-то году, я этому человеку поверю, я знаю, что он справится все равно, то есть, кого попало, туда не брали. А есть некоторые врачи лоры, да, которые неизвестные? А мне кажется, вы не правы. Независимо от времени образования всегда были филонщики, которые, ну, грубо говоря, так вот через пень-колоду учились. Его должны были отчислить во время обучения? Почему? Не всегда отчисляли. То же самое и сейчас. Это же есть качество. Умный человек, я считаю так, освоить Excel не надо большого ума. То есть, даже если он не умеет, в данный конкретный момент не владеет Excel, но по саде он за день его освоит. Галя, я признаюсь, я не умею работать в Excel, да, абсолютно. Я не умею работать в Excel. Значит, вы имеете в виду, что вы же меня на работаете? Нет, если у человека работа заключается в введении таблиц в Excel, а он не умеет ей пользоваться, то как бы… Вы просто его не берите и все. Значит, вы, наверное, не специалиста берете? Нет, на самом деле, вот еще раз, в понедельник мы остановились на том, что… Нет, я удивляюсь, почему этому человеку вообще диплом выдали. Да диплом выдает, что он в таблице не может построить в Excel, а он вообще не соображает. Диплом это разное. Диплом разное. Их была хорошая поговорка. Я чувствую, что мне подсовывают подделку, понимаете, не настоящий, качественный, квалифицированный кадр. Давайте я отвечу на первый вопрос. Да ты вклинивайся, да. Значит, вот, где-то в начале 19 века, когда начали строить всякие заводы, фабрики и так далее, люди начали увидеть, видят, что если фабрики имеют какие-то задачи, если имеют какие-то планы, если все это работает, через некоторое время он начинает выдавать продукцию, которая расходится. И, то есть, допустим, человек получает прибыль. И поняли, что это все очень хорошо. И через некоторое время начали думать, а люди, может, так должны жить, что у людей какие-то цели должны быть, какие-то задачи должны быть. Мы должны их выполнять. Вот, но, когда я вот смотрю, например, ну, работаю, допустим, со студентами и так далее, я вижу, когда человек ведь себе ставит какие-то цели, задачи, и идет именно к этим целям задача, то есть он жизнь свою полностью не живет. Он немного как-то вот урезает себя. Кино не ходит, с девушкой не гуляет. Да, вот примерно. Примерно так. То есть полной жизнью не живет. И развитие его тоже получается немного как-то... Однобоко. Да, не очень хорошее. Вот поэтому, на самом деле, я хотел бы отказаться, как говорится, от целевых установок учебных, ну, вот учебных в наших мероприятиях. И нам вот, например, когда вот говорят об ЭГЕ, нам говорят, спрашивают, а что случилось, как это происходит, и так далее, и так далее. Про цели, задачи ЭГЕ спрашивают на самом деле. А может быть, это не нужно спрашивать. Человек, как вот кто-то говорил, он должен просто подойти, сдавать экзамены, получить свои результаты и так далее. Это как у нас раньше было. Мы не учились за пятерки. Мы не учились за четверки. Мы учились, чтобы учиться. Чтобы поступить. Нет. Даже поступать мы не думали. Мы просто учились. Поступили, получить хорошую профессию. Нет, даже этого не было. Это гарантия поступления, по сути. Вот из-за чего, мне кажется, вся истерита. По большому счету, ЭГЕ решает судьбу. И вот здесь, мне кажется, стоит все-таки подумать, потому что действительно, те вот тесты, содержательная часть ЭГЕ нынешняя, мне кажется, она не всегда адекватно отражает уровень знаний. Может отразить уровень знаний ребенка. И, допустим, набрав большое количество баллов по ЭГЕ и поступив, абитуриент может быть вовсе не так уж и хорош в том предмете, который он сдавал, физике, химии и так далее. И здесь, может быть, есть смысл продумать еще какой-то дополнительный альтернативный вариант, на который вузы могли бы уже конкретно ориентироваться, принимая абитуриентов. То есть не только на результат ЭГЕ, но какой-то еще. Если ребенок может предъявить еще дополнительно, ну, как я уже говорила, какую-то олимпиаду, да, определенную, то ему как бы дается приоритет передать семью. То есть имеется перечневые олимпиады, которым участвуют в течение учебного года. Да, да, да. В каждом вузе. И там написано, что ребенок может предоставить значок ГТО, да, если он является призером спортивных мероприятий, занимается волонтерской деятельностью. О, боже мой. За все это ему причисляют дополнительные баллы к тем баллам, которые он получил на ЭГЕ. То есть он может набрать, да, 20 максимум дополнительных баллов. Но они считаются уже в приоритете все равно баллы по ЭГЕ. И дополнительные баллы они считаются уже только по... Да, это же разинство. Нет, это, по крайней мере, два года назад. Они суммируются полностью. Да, а сейчас берется это полностью. То есть вот эту систему они уже внедрили. Мне вот знаете всегда, что обидно, вот эти все эксперименты, а те, кто уже сдал, они уже, понимаете... Какие-то цели выдвигая насчет ЭГЕ, мы делаем из него монстры. Они не поступили уже. Мы сами творим монстры. Да. Сами творим монстры. На самом деле, вот, еще раз, помимо педагогов, которые поднимают определенную долю, я не говорю всю, определенную долю, скажем, той невротической обстановки вокруг ЭГЕ, да, мы еще сами, каждый из нас, родители, допустим, да. Да, да, да. Кстати, я вот хотел апеллировать все-таки к родительской общественности. Вот вы как родители выпускника, да, ваша-то оценка какая? Нужно, не нужно? Раньше как было и так далее? Нужно? Давайте, говорите, послушаем нас. Ну, ЭГЕ, вот, как мы сейчас, раньше мы сдавали экзамены в школе, убирали, потом мы шли в институт, мы опять сдавали экзамены, то есть в школе, да, ребенок получал, все равно переживал, волновался, потом дальше в институте, все равно мы переживали, сдавали, все это. А сейчас один раз они сдают в пять институтов, все это. Сдают дома, никуда ехать не надо. Не надо, все это, это очень удобно. Единственное, вот, как, даже дети, дети, как дети говорят, что сдавать бы все, все, вот, в школе, в своей роду, пусть, да, в своей школе, но пусть преподаватели бы сидят другие, ну, в родной, как бы говорят, стены, и кто помогает, ну, как бы спокойнее будет. Вот, вот, то, что это металлоискатель, и все, как бы, мне кажется, дети уже более-менее спокойны. После девятого класса, когда они все это прошли, им как-то уже все, они, ну, не знаю, как мой ребенок, так она говорит, ну, в порту то же самое, стоит на порту. Да, абсолютно, вот аналогия с аэропортом, она абсолютно такая, то есть для того, чтобы нам куда-то ехать на море, да, нам нужно пройти вот этот металлоискатель. Конечно, я хочу сказать, прошу прощения, да, и мы все проходим, никто же, но все вот, да, все, она говорит, то же самое. На поправе свобод, прав и прочего такого, да, ну, на самом деле, еще раз говорю, в понедельник мы остановились на том, что школа, как явление, да, это очень такое архаичное, такое, нечто такое, очень ретроградное, возможно, можно сказать, какое-то абсолютно неуклонное. То есть был процесс экзаменов в школе, выпускных, да, он так и остался, ну, в различной форме, наверное, был упакован, но он так и остался. Единственное, что говорю, вот, да, совместились со вступительными экзаменами в высшей школе, для которых, вот, телемедицина, вот, пример такой, да, человек, чтобы сделать диагноз какой-то, ну, допустим, там, приезжает в Якутск, а если он приезжает с Черского, пардон, у него проезд там 40 тысяч, да, в два конца, и здесь проживание ему еще обеспечить, да, для того, чтобы сделать одну функциональную деятельность. То же самое, я считаю, ЭГЕ, очень удобно, на самом деле, удобно, да, но, тем не менее, опасение вот того плана, что не в полной мере это оболванивать детей, да, ЭГЕ и есть угадайки, да, очень много есть. Ну, сейчас их убирают. Сейчас почти во всех экзаменах сокращено, во всем предметам, вот эта часть. Я хочу предложить про реформирование. Да, в чем-то, да, сейчас... Допустим, количество обязательных экзаменов увеличится к 2020-2022 году. Как вы знаете, в 2022 году будут вводить уже обязательный экзамен по английскому языку. Да, и, конечно, это нововведение принимается всеми в штыки, в том числе и родителями, и учителями английского языка, потому что... Хотя, по-моему, это очень полезно. Да, вообще, конечно, в целом это должно повысить качество языкового образования. Потому что наши ученики могли быть востребованы. Но, тем не менее, если у нас такая подготовка в школе, очень сложно будет... Ну, если ваши коллеги говорят, что очень сложно и так далее, и мы сразу после рекламной паузы вернемся к завершающей части, к этому вопросу. Реклама прямо сейчас. Общество знаний. Хорошо, что историю КПСС не ввели еще в общеобразовательной школе, да? Да, по поводу общества знаний, действительно. Давно говорят уже о том, чтобы ввести как обязательный предмет. Во-первых, конечно, это очень сложно. Я не говорю, потому что это мой предмет, и я вот так... Он самый сложный, потому что он состоит, в общем-то, из знаний по пяти предметам, как минимум. Политология, социология, право, экономика, правильно? Философия. И очень много учебников, по которым дети не могут определить, какой правильный. В одном учебнике есть экономика, в другом учебнике есть право, нет экономики или еще что-нибудь. Сейчас, наконец, в учебнике нового поколения экономика будет обязательный раздел. Это облегчит, конечно, понимание. Но главное, что дети самонадеянно считают, что общество знания – это легкий предмет. И попадают в такую ловушку, когда они пишут все, что придет им на ум. А для того, чтобы сдать экзамен, надо писать не то, что пришло на ум, а то, что правильно пришло на ум. Что точно, правильно формулировать свои мысли, оперировать терминами, владеть ими. И в то же время, вот с Галиной здесь не согласна, в том смысле, что все-таки, по моему опыту, кто получает высокие баллы по обществу знаний – это достойные абитуриенты, это наши лучшие дети. Как правило, они олимпиадники, и они действительно поступают с этими баллами МГИМО. Есть и МГУ, и высшая школа экономики. Это очень хорошо, потому что здесь, я думаю, что прозрачный процесс, и общество знания сдают лучшие дети. А то, что касается обязательного предмета, наверное, надо все-таки, идет процесс по снижению немножко сложности этого предмета, потому что все-таки это предмет для граждан Российской Федерации. А наши прекрасные, умные, прекрасные, продвинутые дети во многих случаях не знают, кто президент, 11 класс. Мигранты сдают подобное. А наши школьники иногда не знают. Потому что они учат, потому что они заинтимотивированы, что им нужно. Они хотят получить гражданство, они хотят и так далее. У них есть мотивация. Есть ли мотивация у наших детей? Вот в чем вопрос, на самом деле. Да, самое главное, мотивация. Мой однокурсник Пантелеймон Пантелеймонович абсолютно равномерно, спокойно сказал. Галя, послушаем меня. Пантелеймон Пантелеймонович сказал на самом деле одну очень хорошую вещь. Это мы виноваты в том, что делаем монстра из этого. Не сотворить себе кумиры, не сотворить себе монстра, не сотворить себе дракона и так далее. Вот что он сказал. Это нормальное, обычное явление. Как в аэропорт пройти и так далее. Вот смотри, мы с тобой играем квиз, да? Вот есть команда, которая, скажем так, большинство состоит из игрушников, да? А вот есть команда, которая, ну, старая школа, как мы с тобой, да? Кто сильнее? На самом деле, это спор и беспорядок. А то, что школа консервативное очень явление, в этом никто. Есть различные лицеи, гимназии, обычные школы, да, такие муниципальные учреждения. Ну, факт. Они предназначены для того, чтобы ребенку дать определенный багаж знаний. И самостоятельно должен работать. Все-таки ЕГЭ – это проверка ребенка на гражданственность, самостоятельность. Он сам должен в первую очередь отвечать за свою судьбу. Я думаю, вот этот момент очень важный. Они некоторую школу заканчивают 18 лет. Почему должны с ними, родители за них переживают, учителя, те? Ну, дети сами должны стараться, сами должны быть, учиться, понимаете? Вот в этом все дело. А если то, что ЕГЭ плохое, плохое, это хорошая форма, во всяком случае, она объективная. Во всяком случае, наши дети имеют возможность поступить в ВУЗ без взятки хотя бы. Ради одного этого стоит поддерживать это ЕГЭ. А что, это было возможно, что ли, в 90-е годы, скажем так? Конечно. Я говорю, вот мы, когда, после того, как вся вот эта кутерьма, я тоже очень волновалась, потому что все вот эти мифы, рассказы, что там где-то что-то не так проверяют и так далее, ну, как любой родитель беспокоилась. Но когда все это вот закончилось, я, допустим, очень много плюсов увидела. В предолженной, хорошей, систематической, самостоятельной подготовке абитуриент сдаст тот и получит тот балл, который ему нужен. Единственное, что я хотела, я закончу быстренько, да, что, конечно, в 11 классе на абитуриентов, ко мне приходят еще и на репетиторство дети, естественно. Не потому что им дают плохо в школе, просто потому что учителю некогда заниматься еще дополнительно. Потом в 11 классе нагрузка большая, все учителя, все предметы идут по-прежнему. Они вот сегодня закончили школу, завтра сдают ЕГЭ образно. Вот все-таки в 11 классе, мне кажется, формировано должно пойти, но это не наш уровень, что освободить место 2-3 месяца, когда ребенок готовится только по тем предметам, в школе, естественно, которые он сдает в ЕГЭ. Тогда он будет мотивирован, он будет знать все. Он будет ходить в школу, но он по тем предметам, которые ему нужны. Но это невозможно, потому что штаты, естественно, деньги, естественно, репетитор. Почему нельзя учиться от детей, чтобы им не приходилось репетитор? И тогда не будут тратиться на репетитор. Вот я чему, тогда не будешь тратиться на репетитор. Есть такие инфекторы, которые дети иногда не ходят на репетитор. ЕГЭ – это экзамен, при котором нужно показать знания за несколько лет. И, к сожалению, ребенок – это не робот. И помнить все он не обязан. И поэтому здесь нужна вот эта подготовка для систематизации тех знаний, которые у него, может быть, действительно есть. Просто привести это в систему. И ЕГЭ, вот, да, все-таки родители тоже знают, что есть такие моменты, когда правильно нужно… Можно один спец не учиться и только перед ЕГЭ взять годик поучиться. Если ты способный, да? Зачем тогда они учатся? Ну, по-английскому языку, я скажу, например, за один год. Когда человек чем-то занят, он, например, учится. Кстати, я по-английскому языку именно так и сдал. Я учил французский и за год подготовился. Да, у вас была страна, ну, как же. Ну, давайте, я вот как физик скажу, когда вот человек решает задачи по физике, он развивается по шести направлениям. Первое – это предметное, то есть он узнает по физике что-то. Он начинает уметь его применять в жизни. Второе – это у нас метапредметное называется. То есть, когда человек решает эти физические задачи, он может потом стать хорошим писателем, блогером или кем-то, например. Так же. Третье – это у нас интеллектуальное. Ну, конечно, там, говорит, это очень сложно и долго будет, например. Так же, ну, развивается его, допустим, умственная способность, когда он учится, что-то делает. И четвертое – это у нас физические способности, они тоже развиваются. Шестое – коммуникативные. Ну, и так далее. Вот я что-то пропустил, по-моему. Ну, ладно. Вот по таким направлениям идет развитие, когда человек действительно что-то делает. И вот, значит, человек должен для того, чтобы достичь какого-то уровня своего развития, он должен чего-то много делать. Много-много, вот, например, должен вот как спортсмен хороший, например, допустим, как говорят, например, войти вот в форму, например, и так далее, и так далее. То есть именно вот как раз вот это. Ну, я вот думаю, в школьных условиях, когда, допустим, наш коллектив учат, например, да, целый коллектив, это, допустим, индивидуальный подход и так далее, что каждому не усмотришь это, каждому не нарисуешь вот индивидуальную карту, допустим, что о развитии. И вот поэтому именно из-за этого, по-моему, появилась, например, необходимость к репетиторам. Репетиторам, да. И кому-то другому. Можно я скажу? Почему, скажем, в БУЗах преподаватели недовольны, да, скажем, уровнем? Ну, ИГЕ не показывает те знания, которые нужны, да. Вроде высокие баллы, когда мы проводим проверку остаточных знаний, они намного ниже. Ну, скажем, почти 50% не дают те баллы, которые они получали при ИГЕ. Это проблема в чем? Это вот именно репетиторство, которое, да, сейчас очень хорошо развитая она, это натаскивание. Почему мы все против, это, почему вот это, все, это, скажем, педагогическое общество против ИГЕ, потому что это привело к тому, что мы детей натаскиваем. Не учим, а натаскиваем. И из-за этого, как бы, высокие дети могут получить баллы, а в самом деле знания, они-то, такие вот, скажем, не те знания, которые нужны. Это, да, поэтому, когда я разговариваю с челями, когда я вот ленью, да, тоже провожу семинары, курсы, я всегда говорю, надо учить математике, а не готовить ИГЕ. Если мы будем, каждый учитель-предметик будет учить своему предмету, они без всяких репетиторов, без всяких, они могут сдать это. Конечно, есть слабые ребята, которым нужен репетитор, да, ну пусть это другой раз. А учителя почему так говорят, потому что они часть ответственности себя... Результаты, результаты ЕГЭ во многом влияют на оценку качества на аттестацию учителей. И вот сейчас только, как Ольга Васильева сказала, да, что это не будет зависеть теперь, правильно, да? Вот это неправильно. И тогда будет спокойнее, тогда учителя будут... Нет, когда работа учителя оценивает... Да, конечно, сейчас ты изменяешь. Что-то качественная, количественная успеваемость. Сколько успевающих в классе? Если у тебя в классе один двоечник, то тебе там режут какие-то показатели, ты плохо учишь. А я считаю, что нет ничего страшного, если ребенок математику знает на тройку. Тройка – это положительная оценка. И не все обязаны иметь пятерки по математике. И не надо во что бы то ни стало стремиться, там 100 баллов по всем дисциплинам получить. Обещал у вас в этом случае, министр, да? Нет, нет, нет. Здесь у нас же в университете средние баллы считаются. Когда в классе есть двоечники, троечники. Это сейчас один из показателей уровня университета, понимаете, да? Поэтому, когда мы берем наименьшими баллами, для нас это невыгодно. Получат, получается. Если мы берем абутриента меньше 60 баллов, это для университета невыгодно. Для университета должно быть выше 66 баллов, 68 баллов. Да и ладно, я же не делаю, что средний балл. В 87-й год, прямое поступление, учитывался средний балл аттестат. Помните? Да. Сейчас учитывается. Сейчас учитывается. Всегда это было. То есть, вот от этого явления взять и просто так отойти, развернуться на 180 градусов, пойти к тому, чтобы ввести там индивидуальных менторов каких-то, как в спарте, да, и так далее. У нас не получится. У нас есть школа, какую мы строили, скажем, 200 лет. У нас есть вузы, система вузовского образования, которую мы строили 350 лет, да? Нет, поэтому вот то, что они говорят, что нельзя вот убрать уровень, когда высокие баллы учителя, дети учителей получают, для учителя, знаешь, какая гордость? Когда говорят, у меня 10 детей получились свыше 80 баллов. Все, это для учителя эфирия, да, понимаете? Это тоже для нее мотивация, значит, я могу детей готовить свыше 80, значит, она в следующий год еще будет дальше готовиться. Но это да, почему-то мы говорим, что это мотивация тоже для учителей. А плата труда учителя, я об этом говорю. Нет, квалификационная категория, да, если, например, у нас были случаи, один год у нас была очень страшная ситуация, когда у учителей сняли высшую категорию. У многих вот в один год было вот страшно, это для учителя действительно стало страшной трагедией. Те, ребята, учители, которые получили двойки на ЕГЭ, да, в министерстве образования было выведено такое, что вот с них снять все высшие категории. Хорошо, у нас буквально 30 секунд остается на то, чтобы завершающую точку поставить. Я согласен, что, еще раз, я сам же сформулировал и сам же доказываю, да, на 180 градусов мы не развернемся, мы развернемся максимум на 360, то есть останемся при своих, да. И очень показательно в этом деле, вот помнишь, вчера фраза была на игре, мой муж, он гений, но он не умеет делать деньги. То есть одно из направлений всегда будет отстающим. Это про Альберта Эйнштейна, говорила его жена, получается, да. Мы не получим детей гении в полном, абсолютном этом отношении, смысле слова. Так что то, что мы имеем, мы заслуживаем. Давайте увидимся ровно через неделю. Альберта Эйнштейна